В настоящее время находится в Париже. Там сейчас он приобрел новую скрипку, а потом он был у скрипача, и нам разрешили сопровождать его. Это детская мечта Дэвида Гарета, которая сейчас сбывается здесь, в этом маленьком офисе аукционного дома в Париже. Я впервые увидел вас здесь два с половиной месяца назад, ненадолго задумался, и мне показалось, что это немного шутки, и я нашел фантазию. Скрипки-кварниры — одни из самых дорогих и лучших водок. За годы 3,5 миллиона евро Дэвид Гарет приобрел их здесь сравнительно дешево, начиная с 1722 года. Сейчас нужно уладить еще несколько фантазий, и мы можем немного прогуляться вместе по Париже. Париж, Шляпан. Меня никогда не было настоящей. Я тоже не из тех, кто сейчас ходит в магазин. Теперь это не то, что моя личная строительная площадка. Я просто иду, позвольте мне вдохновиться, направо-навево. Спонтанность в жизни тоже важна. Спокойные моменты в любой очень шумной жизни Дэвида Гаретта. С пяти лет звезда Шляпача выходит на сцену, всегда имеет напряженный гравь. Концерты, студийные записи и постоянные разъезды по миру. Когда он был в Париже, ему всегда нужно попасть сюда, на римской улице, и что он со скрипачей было. У моего папы было 13-й дом для инструментов более 35-ти лет, и он повсюду брал меня сам. Большинство торговцев знают меня с 10-ти лет, даже не только потому, что я сделал карьеру с Крепачей, но и потому, что я хорошо избираюсь с кормить. У меня тоже есть большая коллекция инструментов. Дэвид Гаретт снова полностью погружается в свой мир. Поэтому мы оставим его в покое, прежде чем он придется продолжать. На следующий концерт.